Домашняя неудача в Кубке с Торпедой и Слачу в чемпионате, а также шокирующий в плане результата выезд в Мозырь. В таком настроении минчане подходили к очередному свиданию с Торпедой. Есть у команды Георгия Кондратьева определенные проблемы с составом. Только оправился от травмы Сергея Милинчук и, видимо, с его выходом на поле повременили защитник в конце первого тайма попросил о замене. Не хватало в опорной зоне Алексея Лепчилина. Игрок из Гродно хорошо вписался в игровой механизм горожан. Что касается матча, невооруженным глазом было заметно, что секретов друг от друга к третьему свиданию за последнее время у команд не осталось. Мечане на правах хозяев больше владели мячом, контролировали игру и даже могли забить. На помощь Валерию Фомичеву пришла штанга в этом эпизоде. Концовки и первого, и второго таймов непременно оставались за футболистами Торпеда. А в перерыве болельщикам, думаю, скучать не приходилось. В Минске позаботились о досуге самых юных поклонников клуба. Последнее, последнее. Тяжело уже, третья игра у нас с Торпедом. Уже друг друга знаем, уже, не знаю, тяжело настроиться. И тоже по тактике, но это, не знаю, что сказать. Очень тяжело было сегодня. Справедливые нули на табло стадиона Минска. И вот как эту встречу прокомментировал главный тренер гостей Игорь Кривушенко. В преддверии финала рад, что, в общем-то, положительный результат. На выезде взяли очки. То есть, момент неплохой. Всегда стремишься к большему. Но, как бы, нужно и в этой ситуации реально оценивать то, что было сегодня на футбольном поле. В общем-то, ничья закономерный результат. Продолжение следует... Продолжение следует...